Я буду рассказывать о применении формализма динамического структурного фактора к описанию возбуждения материалов в треках быстрых и тяжелых ион. Быстрые и тяжелые ионы — это ионы с энергией больше одного меводного клона и атомной массы более 20 атомных масс. Быстрый и тяжелый ион большую часть энергии передает в электронную систему мишени в районе так называемого трековского пика. Последующая передача энергии от электронной системы к ионной приводит к структурно-фазовым изменениям. В частности, быстрый и тяжелый ион производит уникальные дефекты. Радиусом порядка 10 экстрем и длиной порядка 100 микрометра. Грубо говоря, возбуждение материалов в треке можно разделить на возбуждение и релаксацию электронной подсистемы, передачу энергии от электронных решеток и возбуждение и релаксации атомной подсистемы. Однако кинетикам возбуждения и релаксации материала и передачи энергии от электронных к ионных характеризуются очень малыми применениями, это фент-пикосекундные масштабы, и в малом пространстве, то есть это нанометрическая атмосфера, поэтому ее описание неприменимо в привычной микроскопической модели. Это требует от нас создания более общих моделей, которые бы имели свои предельные случаи в учебном хранении. В настоящее время более популярна модель классического температурной термической вспышки. Эта модель основана на предположении локального пространства длинного теплового подновесия электронной и атомной системы. Решается параболическое уравнение теплопроводности для электронных парадов. Разность температур формирует, соответственно, передачу к инергию. Традиционно для описания атомового обмена решетки используется электрон-фанонный механизм. Здесь следует отметить, что во время возникновения фанонов, сравнимо с временем атомной целяции. Традиционно для описания атомового обмена. Подождите, мне кажется, уже непонятно ничего. Мне вопрос очень не понятно. Речь идет о прохождении тяжелых ионов через кристалл, да? Да. Вот у вас есть какой-то металл или даже неважно, где век, да, и через него пролетает этот ион, он тормозится, вот там есть вот эта кривая зависимости потери энергии, да, от энергии иона и так далее. А вот как вы перешли к этим уравнениям, которые были на предыдущие? Эти уравнения, они как связаны с параметрами налетающих частиц? Эти уравнения, они что вообще описывают? А я в самом начале расскажу, что ион большую часть энергии придет в электронную подсистему. То есть он пролетает и ионизует атомы, мишеные ближайшие, взлетаются дельтоэлектроны первичные. Они, соответственно, производят вторичные ионизации, и часть энергии придет в решетку. И, таким образом, в треке возникает электронная подсистема горячая и атомная подсистема холодная. И, соответственно, эти уравнения теплопроводности, они применяются к описанию как раз... Ну, релаксации. Да, релаксации. Ну, для него же нужно какое-то начальное условие, как оно задается, какое-то распределение температуры, правильно? Да. У этого распределения есть пространственный масштаб. Да. Вот это откуда все берется? Ну, это есть модели, я о них дальше расскажу. То есть есть, допустим, описание электронной подсистемы, и у меня это модель МОДКО. Понятно. То есть это дальше будет? Хорошо. Или там температуру электронов, ее можно померить по спертовоизлучению. Впервые этот электрон-тональный механизм, по описанию трека, попробовал применить длину. Вот он брал какие-то начальные значения для этого уравнения. Я вот, наверное, не осмотрел эту работу, потом не знаю. Но большого нагревания он не получил. То есть, соответственно, описать плавление решеток, которое реально происходит, вынесли. Вот. Затем Артиненко и Явленицкий. Ну, более модифицированный механизм применили, но также получили нагрев только АС на 500 кг. Марсель Талемо получил константу электронов формального обмена для комнатной температуры. И он просто взял эту зависимость экстраполировал для всех температур больших электронов и смог описать то плавление, которое наблюдается. Вот. А сейчас, собственно, я как раз расскажу о том, какие есть проблемы с вот этой термической вспышкой, которая сейчас происходит. Вот. Первая проблема состоит как раз в том, что времена, за которые остывает электронная система, они меньше времени атомной осцилляции, то есть меньше времени возникновения фаномов. А значит, электронный атомный механизм применять вообще мало можно. Следующая проблема состоит в том, что на таких наблюдается фронт. А за счет чего они тогда успевают? Если они не успевают говорить, что они успевают быстрее, бы с фанонами начать взаимодействие, да, электроны? А вот это как раз вопрос в том и есть, как описать это взаимодействие. То есть, если нет коллективного колебания, но динамика атомов уже занят. То есть… Нет, даже физически за счет чего электронные успевают? Да. Но вот в предельном случае за счет просто электронного атомного осцилляции… Толзновид. Да. Толзновид. Толзновид. Наблюдается распространение фронта. То есть, неприменимо фарболическое уравнение теплопроводности, поскольку в фарболическом уравнении решение имеется в любое время во всей области. Значит, для описания требуется уравнение, которое учитывает конечную скорость распространения тепла, но это распространение возмущенного. Называется уравнение катания. Еще одна проблема состоит самой возможностью введения температуры. То есть, термализация систем атомов происходит за время порядка одной пикосекунды. А за это время, собственно, электроны уже успевают остыть. Поэтому все это время система не равновесна. В моей работе я проводил соединение Монте-Карло модели раздают электроны и молекулярно-динамической модели поведения атомов на основе термализма динамического структурного фактора для описания электронов решеточного обмена и, соответственно, для получения пространственного временного источника тепла на решетке. Модель Монте-Карло раздают электроны. Она создавалась в моей группе моего научного руководителя. Она уже тестирована на экспериментах в институте тяжелых ломов в Дармштадте. Формализм динамического структурного фактора, то есть, вот как раз то, о чем вы говорите, за счет чего происходит тестование, основан на факторизации сечения растений на системе динамично связанных атомов, на индивидуальное сечение растений и структурный фактор. В рамках этого формализма можно описать кинетическое ранение и получить поток динамики. Этот структурный фактор еще называют динамический структурный фактор Ланхоуба. Он является постранственным триобразом, постранственным временем, от парно-корреляционной функции. Эту корреляционную функцию можно однозначно посчитать в методами динамики. То есть, в ней как раз содержится информация о динамике системы атома и о том, как она влияет на несочные растения. Этот формализм часто использован для описания, для демонстрации реализации ненавидного движения, то есть фиксированных атомов с динамикой динамикой газа. И, ну, собственно, видно, что такого аномального нагрева решеток, который получает случай применения модели лимонов, электрон-паномный замедленно наблюдается. А откуда это видно? Там какие-то картинки? А, ну вот. Здесь зависимость расстояния температуры лимонов получим, расстояние до центра телевизора. И что мы должны сравнивать с чем, то понять, что это тридпунктирная линия – это электрон-паномный механизм, а красная линия – это как раз помоление нанечко-сокое. На левом графике? Ну, на левом графике. На левом графике – это зависим от скорости потока энергии. Ну, скорость передачи энергии – это электрон к атому от температуры электронов. То есть для электрон-паномного механизма она будет прокатывать наверху. Что я могу видеть немножко, потому что на левом. А стрелочки зачем рисуют? Эта стрелочка показывает, что как раз стрелочка относится срок к потере, а если у меня стрелочка, где-то травы есть. Это вы же рисовали? Нет, эту картинку рисовали для меня. Я рисовал вот эту картинку. Ну, это, собственно, демонстрация проверки уже динамического расчета структурного фактора, то есть рассчитывал статический структурный фактор, и его сравнивали с результатом, получимым на эксперименте про растение нейтрона и рентгеновских лучей нажитки. И вот, собственно, уже демонстрация расчета скоростью потока энергии с использованием структурного фактора, который был рассчитан для реальной системы литий-вторя, биомолекулярной динамикой. То есть моделировался пролет ионов титана с НРПИ и он от гулирода с НР6. Ну, вот этот результат получен как раз из кинетического управления, основанного на артонализме структурного структурного фактора. Ну, в дальнейшем планируется применение этой модели к системе кремния и оксид-кремния, которая больше интересует сервендаторов. Учет валентных дырок, потому что значительная часть энергии после развета первых электронов накапливается в дырочной подсистке. И, собственно, получение уже начальных условий для модели, которая описывает структурно-фазовое превращение, то есть, которое можно наблюдать в этом эксперименте. Спасибо за внимание. Замечания можно говорить? Да, конечно, можно. У меня замечательно будет. Это моя тренировка, выступление на защите, правильно? Ну, да. Правильно, да? Да, да, да. Значит, ну, во-первых, хотелось бы Вы более четко для себя хотя бы определились. И когда Вы рассказывали, подчеркнули, что выразили, на-первых, чему посвящается Ваша задача, что было сделано, чего недостаточно было, что сделали Вы. А то, какая-то Вы удовольствовались, то Вы говорите, как обсуждаете, а потом оказывается, что это не Ваши графики, или вот другой стороны. Такого не было. Представить, вот говорить, что вот здесь какая-то ссылка есть, но я ее не читал, вот это нельзя ни в коем случае. То есть, Либо вы заберете, либо вы не читаете. Вот. И, наконец, общее такое замечание, прекрасно, картина красивая очень. Но Вы защищаетесь у нас в России, а язык в России русский государственный. То есть, вот Вы уже набрали спасибо, и не думали, кто дальше на сценке, по-русски смогли направить. Вообще говоря, ожидаемте, что могут люди сделать замечание на старшеские церкви. Да, для диплома, конечно, сделано. Да. В общем-то, а так будет. Ну, или более так. Можно вопрос? Вы говорили вначале про максимум потери энергии. Ваш был график там, где максимум. А в Ваших расчетах мы видим? В моих расчетах видим, но здесь этого нету. То есть, последний результат это… Вы можете еще более четко, если не правильно? Сейчас, сейчас есть вид, было в одном месте. Еще более четко, вот Ваши достижения конкретно? График или какие расчеты? Сейчас, вы говорите сначала с максимумом. Так, нет, максимум виден. Ну, там график получается аналогичнее вот этому же аналитическому случаю, только из-за того, что, учитывая спириляции в реальном материале, то есть, здесь максимум немного случаем. Давайте тогда где максимум, потому что тут непонятно. Нет, вот это, собственно, у нас есть. Вы о разном говорите. Вот Бреггер с у нас вначале был. А! Да нет, но в его расчетах этого не может быть, он же не потеря рассчитывает. Нет, в самом начале… Да, это… В начале не стоит. Да, в начале не стоит. Да, в начале не стоит. В начале не стоит. В начале не стоит. Ну, всего больше нет вопросов. А, собственно говоря, зачем все это? Вот мы получили, каким образом передается температура от электронов к ионам. А что дальше? А вот у нас все будет. Вы экспериментаторы, чтобы. Может, как вам еще, как вам, когда дают церковь, как нам подал изменить. Примените структурное количество? В общем, да, вот этот вопрос. Мне кажется, что немножко не хватает какого-то такого наведения, вот мы в том числе просто об области исследования. Значит, вот у нас одиоры, там, мы его делаем, привлекаем. А что, где это применяется? А, для чего это? Ну, это структурная модификация материалов, то есть создание микродиафрагментов. Потому что, я говорю, уникальный дефект очень тонкий. И, наверное, просто... В разговорах наблюдается там образование нано-пластиковых, то есть прямо в Нермании. На самом деле, тем не менее, было очень правильно замечено, что непонятно, где переход от того, что дома сделали. То есть это, как бы, схема — это абсолютно примитивный стандарт. Актуальность, проблема? Что было сделано? Человек хватает? Да, да. Просили большую часть уделить тому, что уже сделано, как бы, тому, что уже есть. Поэтому. На то, что сделал я и расставил последние три четыре. Но, тем не менее, что вы считаете главным этапом в своей главной форме творческой, скажем, убрать, переработать? Главным этапом, собственно, вообще создание именно количества моделей, передачи энергии электронов к атому и к решетке, и учет, ну, то есть модель для реальных материалов, то есть учет корреляции атомов с особенностями, учитывающей особенности реальных материалов. А вот эту модель вы создали, что-то рассчитали, правильно? Да. А какая-то апробация с сравнением с чем написано? Апробация… Ну, вот вы сказали, что мы создали там модель, это вы что-то описывали. А откуда вы дальше находитесь? Из этой модели будут получены начальные условия уже для моделирования структурного фазового превращения. И вот их уже можно будет сравнивать с экспериментами. Нет, а может же там был график, где несколько кривых нужно сравнивать. Выше. Еще выше. А вы хотели бы проскочить. Вот это что? А, вот этот. Это, собственно, тестирование модели расчет структурного фактора. То есть в модели, в которой я создал я, вот структурный фактор, красный, точками обозначен. А, соответственно, то, что было намерено экспериментально, то есть… Правильно я понимаю, что вот ваша, фактически, вот ваша, кривая ваша, а что-то это экспериментально какие-то? Да. В результате расчета, который вы сделали, показано красным, да? Да. Экспериментальное измерение показано черным и белым. И белым. И черным и белым. А синим показано… Ну, это тоже мой расчет, но он бы не способен сделать. И он хуже согласуется экспериментом. Так? Да. Поэтому… Может, его надо выбрать? Ну, ладно. Куда хуже? Различный способ… Нет. Ну, синий не хуже, чем… Не хуже, но на самом деле… Нет. Если вы об этом не упоминаете, то лучше не рисовать кривые, которые сбиваются толком. Наблюдать. А если рисовать, то надо сказать, что вот есть один способ или другой способ. Ну, и быть готовым. По крайней мере, если будут вопросы, то четкий метод не смеет. Еще было бы неплохо, если бы вы сформулировали, чего в вашей модели не хватает. То есть, ну, вот вы все можете описать или вы все-таки… Я буду говорить. Ну, а в области переменимости можно в общем сказать, что это первое гормонское приближение. Собственно, если формулируется второго фактора, это первое гормонское приближение. Что еще можно сказать, что не учитывается энергия, которая остается в вариантах моделей. То есть, разводы. Не, ну таких моделей, как обычно, корейственные ученые паттеры гораздо больше. Ну, да. Ну, все тогда, да? Угу. Поехали. Сум passé. Ну, так. Угу. Поехали.